И снова здравствуйте! С вами последние новости. В этом выпуске мы будем говорить о том, как Аня Лорак до последнего пыталась спасти свой брак. Всем известно, что Киевский суд 31 января официально развел Аня Лорак с ее мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджооглу. Ни певица, ни экс-супруг не говорят о произошедшем и не дают никаких комментариев. О том, что происходит в семье артистки после развода, рассказал брат Ани Игорь Куек. По словам родственника певицы, Аня до последнего пыталась спасти свой брак с Муратом. Она надеялась, что им удастся преодолеть все проблемы в отношениях, но сохранить семью им не удалось. Она берегла, как могла. Это была ее жизнь, ее любовь. Она берегла брак до последнего, рассказал Игорь в одном из интервью. Брат певицы дал понять, что Аня остро переживала измены Мурата, которые стали причиной их расставания. Сейчас артистка успокоилась и стала менее болезненно на все реагировать. На вопрос, возможно ли, что певица все-таки рано или поздно простит мужа, и они снова будут вместе, Игорь ответил нет. Мурат хотел что-то изменить на том этапе, когда это уже было невозможно. Дочь Ани и Мурата, семилетняя София, сейчас живет вместе с мамой в России. На новогодние каникулы Ани с Софией летали в Майами. Вслед за ними в Соединенные Штаты приехал Мурат, чтобы побыть вместе с наследницей. По словам брата-артистки, София и дальше будет жить вместе с мамой, а папа будет к ней приезжать. Ани имеет возможность дать все, что нужно дочке для развития и воспитания. Сейчас супругам осталось утрясти последние формальности и поделить совместно наш доимущество. Судя по всему, Ане удалось наладить с Муратом отношения ради дочки, и раздел супруги проведут мирно. Брат отметил, что Каролина очень дружески относится к Мурату. У нее нет такой злости. Наоборот, она рада, что Мурат видится с девочкой. А все, что касается имущества, это их личные договоренности. Я думаю, все будет хорошо, и они решат полюбовно. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!